Сегодня я для вас сниму немножко видео из Икеи. Это первая Икея в Азии, по-моему. Единственная в Таиланде. Вот. Вот это вот интересная штука. Собрал вещи. Здесь все покупки, между прочим. Они реально полные. Вот и надпись, которая говорит, что вы можете оставить сумочку прямо здесь и идти себе по своим делам в туалеты, или шопаться дальше, или покушать. Музыка смотрит, а видите, там все еда. Буду снимать для вас дальше, посмотрим, понравится вам это или нет. Но самое прикольное здесь европейская еда. Единственное место в Таиланде, где в таком большом центре практически одна европейская еда и очень-очень вменяемые цены. Вот большой такой шоппинг. Шоппинг-фудкорт. Похоже на тайские обычные, но странновато, более цивильные и даже с маленькими, такими странными комнатками. Бутылки для самогона. Они очень удобные. Посмотрите, какое огромное количество продается здесь. Я, честно говоря, не знаю. И шоппинг терпеть не могу. Единственное развлечение мне будет сегодня снимать. И выкладывать вам, чтобы вы посочувствовали мне и порадовались за тех, кто все-таки здесь что-то покупает. А-а-а, посмотрите. Где моя правда на дне бутылки? Так выглядит этот отдел. Я даже не знаю, что это за отдел. Я позвать не могу. Но посуда какая-то и много всякой ерунды. Вот. И все это можно носить неограниченное количество раз до кассы. А в кассу попасть, как я, тоже не знаю. Я здесь первый раз, ребята, это страшно. Меня все бросили в каком-то страшном ковровом отделе. Тут очень много ковров и даже есть шкуры животных. Я, я не шучу. Там вот мало тайцев. Но, в принципе, достаточно страшно. По своей бы воле я сюда бы в жизни не зашел. Тем более, смотрите, видите, шкуры животных лежат. Настоящие. Меня зовут. Пора бежать. Вот такие странные вещи. Когда дети здесь надоедают, их сажают в клетку, в тележку горняника. И так и водят в бизейку. Вот такая вот жесть.